Девушки отдыхают В этом сезоне мы перезагрузим новые старые города Заново откроем удивительные острова Ну здравствуй! Вылетел! Перезагрузка настигнет даже наших ведущих Привет! Как тебя зовут-то хоть? Я хочу кого-то убить Это будет самый неожиданный сезон Не пропустите! Сейчас будет то, чего не было за 8 лет никогда в Орле и Решке Что происходит? Мне надо собраться, старик! Тихо-тихо-тихо! Вам понравится! Да уж, хорошее начало сезона Хорошее Здесь свинеры Пейзаж... Сейчас получится! Пейзажи здесь невероятные! Здравствуйте! Эй! Я здесь! Иди сюда! Это тебе! Посмотри! Посмотри какой! Круто! Пошли! Куда? Да! Ну что, скажешь к мне комплимент? Да, ты красивая сегодня Ну ты всегда красивая, но сегодня особенно Привет, друзья! С вами Орел и Решка Перезагрузка И нас занесло в Бейрут Столица Ливана Или, как говорят местные Bienvenue only one Слушай, ты тоже читала, да? Что это бывшая французская колония Что они переняли здесь и культуру, французскую язык И что это светский город, тусовочный очень Да? Ну, вообще-то мне так просто сказали На пункте досмотра местные И я подумала, что почему бы мне не выпендриться? Настя, Настя Вот только лучик надежды забрежал в моем сердце И ты сразу же его погасила Я тебя прошу Подбрось уже монетку Ну Хорошо Орел Решка Сейчас скажу, смотри, пафосно Привет, Ливан Привет, Ливан! Ну Судьба вершится прямо сейчас Скажи что-нибудь Господи, ребята Антон, мне сейчас так хорошо Перезагрузка начинается, она будет богатой Бейрут – это город, который, кажется, находится посредине мира. Здесь западного и восточного примерно поровну, и оно здорово уживается друг с другом. Бейрут – столица Ливана. Наверное, единственной арабской страны, где девушки ходят с голыми ногами. Молодежь отрывается в ночных клубах, а миллионеры не вылезают из казино. Что же это за удивительная страна и как она изменилась за 6 лет? Ого! Вау! Моя машинка в Бейруте будет такая же черная, как уголь в кальяне, и такая же горячая. Слышите? Вот она! Ну что, уголек, задай жару. Итак, дорогие туристы, рассказываю вам плюсы и минусы Ливана. Плюс – это то, что здесь ходят доллары. Их принимают везде и по одному фиксированному курсу. Слабо в это верится? Ну, проверим на местном транспорте. Для того, чтобы сэкономить, ловите лайфхак. Покидаем территорию аэропорта и пытаемся поймать так называемое сервис-такси. Ну, ловись, таксишечка большая и маленькая. В Ливане есть два вида такси. Персональное такси – новенькое. С кондиционером, которое возит только тебя и стоит 20 долларов. И есть общественное такси – Сэгви-такси. Обычно это старая и убитая корыта, которая работает по принципу маршрутки и подбирает других пассажиров. Но стоит в 20 раз дешевле. Всего один доллар. Хай! Тудэ-сити! Сентр! Сентр Берут! Че это было сейчас? Первый раз вообще за всю жизнь в истории «Орла и решки» у меня такая история. Вообще я просто остановился, посмотрел на меня и уехал. Хай! Сентр Берут! Как много? Один? Давайте! Все, смотрите. Тысяча местных денег – это меньше даже, чем доллар. Друзья, ну вы понимаете, что тысяча неспроста. Ну, во-первых, посмотрите на экстерьер данного микроавтобуса. Посмотрите, какая дизайнерская красивая клееночка сверху наклеена. Но это еще не все. Самая крутая фишка – это вот. С ветерком, друзья мои, с ветерком. В Беруте чем ты богаче, тем ты быстрее. И чем ты быстрее, тем ты богаче. Скорость – это страсть ливанских богачей. Им важна даже не роскошь авто, а то, сколько оно может выжить по трассе. Для местных богачей нормально втопить под 200 и гонять по улицам города, как по гоночному треку. А другие машины для них – как фишки, которые нужно объезжать. В Беруте ощущение такое, что вообще нет правил дорожного движения. Все ездят, как хотят. А спортивные тачки вообще подрезают друг друга, соревнуются друг с другом. Поэтому для моей безопасности я наняла не просто водителя, а профессионального гонщика. Ну что, Кристиан, сегодня мы с тобой дрифтуем. Полчаса и сэгви такси домчало меня в центр Берута. У меня вот только 100 долларов. Ну вы же мне сдачу дадите? Я ж не понимаю, не говорю по-вашему. Вот 100 долларов есть. Я ж уже с ним, я с ним уже. Я с ним, говорю, еду уже. Берут, вот с ним, вот мой водитель. Это мой водитель, вы чужой водитель. Я вот только с ним разговариваю. Да, уже за доллар договорились, друг. Начинается спор до пассажира. Поехали, поехали. Меня только что, во-первых, пытались переманить в другую маршрутку. Я не знаю почему. Перед поездкой в Берут я начитался в блогах, что здесь везде берут американские доллары. Так вот, уважаемые блогеры, приветики вам всем отменяют этих таксистов. В общем, вы поняли, меняйте деньги на ливанские фунты сразу в аэропорту. Короче, засада. Бэнк, бэнк. Бэнк, 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 закрыт. Закрыт, закрыт. О, вы знаете русский. А, сегодня не работает, да? Выходной день. О, ничего себе. Значит, взял 100 долларов мои. И пошел. Это немножко стремная ситуация, потому что человек забрал мои 100 долларов, это мой весь бюджет, значит, на два дня. И ушел куда-то. О, 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 пошла движуха, пошла движуха. Ребята, это невероятно. Мне только что взяли и поменяли деньги. Причем я в этой ситуации вообще не участвовал. Человек просто взял у меня 100 баксов, пошел и поменял. Спасибо. Спасибо, мой друг. Спасибо. Все, пока. Мой лимузин сегодня. Фух. Не знаю, про какие безликие дома, разруху и войны говорил Андрей Бедняков 6 лет назад. Ничего общего с тем городом, в который приехала я. Я даже не ожидала, что этот город настолько прелестный, настолько богатый. И мне кажется, он 100% меня принимает. Глядя на современный Бейрут, не верится, что еще в 90-х город лежал в руинах. Да, раны еще остались. Но они заживают. И сегодня Бейрут не узнать. Вау! Я даже не ожидала, что Бейрут настолько яркий и красочный город. Хорошо, что у меня есть органайзер от туристического партнера Джоэнап, который добавил красок в мой образ. Бейрут, город, в котором на каждом шагу чувствуется ближневосточная магия. Ею пропитан каждый булыжник на мостовой. Каждая лепешка Она в окне каждого дома. Здесь волшебство в каждом звуке. И в каждом взгляде. Но весь этот восток какой-то недовосточный. Бейрут как будто перемешали с Европой. Но посмотрите, где-то он похож на Париж. Где-то на Мадрид. А где-то на Севилью. Любителям архитектурной эстетики в Бейруте верняк понравится. Точняк. Точно понравится, потому что мне нравится. Я любитель архитектурной эстетики. Все дело в том, что тут за 3000 лет перемешались поровну мусульмане и христиане разных конфессий. На одном крохотном клочке земли находятся мечеть, католическая церковь, римские развалины и православный храм. Это уникальное сочетание, которое нигде в мире больше не встретишь. За все эти тысячи лет здесь научились уважать и терпеть порядки друг друга. Так что теперь Ливан – единственная арабская страна, где местные жители могут ходить в коротких шортах, пить алкоголь и играть в казино. Но не будем забегать наперед. Скоро сами все увидите. Фух. Вот так вот походишь цел день с рюкзаком, и вообще ничего не хочется. Кроме одного. Бювет. И усталости как не бывало. А спорим, я быстрее тебя заберу с этой лестницы. Ха-ха. Бейрут – город богатенький. И для своих богатеньких гостей он приготовил роскошный выбор отелей. Как хорошо, что в этом городе богатому туристу не нужно ломать голову над тем, где жить. Мне пришелся по душе номер за 5000 баксов. В отеле «Фенисия Интерконтиненталь». «Фенисия Интерконтиненталь». «Фенисия Интерконтиненталь». «Фенисия Интерконтиненталь». Неплохо, неплохо. Ух ты! Вот это мне очень все нравится. Боже, какие цвета. Именно о такой комнатке я мечтала всю жизнь, ребят. Чтобы вот у меня стоял такой трельяжек, зеркальце, а здесь шкафчики со всеми моими нарядами. Хотя бы на уикенд, но моя мечта сбылась точно. Вау, это еще одна спальня. Обалдеть, обалдеть. Вы готовы? Я не слышу, вы готовы? Пойдемте. Ребята, это просто пушка. Какие спальни, посмотрите, какая у меня ванная комната. Я здесь буду жить сто процентов. Огромное зеркало. Боже мой, гардероб, сауна, душ. И вот это вот прекрасное белое джакузи. Ну и давайте не забывать, что вишенка любого номера – это вид. Здесь есть терраса. Пойдемте съедим эту вишенку на торте. Ну, здравствуй, Бейрут. Такое знакомство мне определенно нравится. Ох, неловко получилось. Друзья, ну, на самом деле я в шоке, потому что я ожидала от арабской страны, от востока всяких вензелей, вот этих вот восточных мотивов. А нет, очень даже европейский, милый, красивый номер. Прям удивили, не могу. Класс. Ой, все. Настроение перекатываться. Могу себе позволить. Уходи, уходи, я отдыхаю. Здесь так хорошо, что меня и пряником идти дальше не заманишь. Ну, ладно, ладно, шучу. Теперь я бодренькая и готова идти дальше. Есть в Бейруте места, куда туристов не водят. Но если там не побывать, пазл под названием Бейрут не сложится. В 20 минутах ходьбы от нарядного центра начинается какая-то зона отчуждения. Все, здесь уже нет дорогих машин, гостиниц, бутиков. Здесь куча проводов, много грязи. И все это довольно напоминает Мумбай или Катманду. Но это не Мумбай, не Катманду. Это все еще Бейрус. Здесь на окнах вместо жалюзи грязные тряпки и лохмотья. Крыши, заваленные запчастями от мотороллеров. На каждом углу мусорная свалка. Люди живут в катакомбах, которые больше похожи на красиные лабиринты, а не на человеческое жилье. Все, что вы видите, лагерь палестинских беженцев. С 48-го года этот лагерь стал частью города, но люди, которые здесь живут, не стали частью общества. В лагере 7 тысяч беженцев. У них нет документов, нет прав. Им просто разрешают здесь жить. Никто из этих людей не может работать юристом, врачом или банкиром. Только уборщиком. Или продавцом китайского ширпотреба. Честно, я вообще не могу поверить сейчас, что я до сих пор нахожусь в Бейруте. Фух. Ой, наконец-то прохлада. Учете остынуть от этой жары. Только вот от кондиционера нужно держаться подальше. А то чего доброго еще горло заболит, как в прошлый раз. Но я уже знаю, что делать в этой ситуации. Поэтому и запасьте. Днем богачам в Бейруте особо делать нечего, потому что вся развлекуха для миллионеров начинается вечером. Бейрут – это центр ближневосточной ночной жизни. Сюда приезжают богачи из соседних стран арабского мира, где мусульманские законы строже. Чтобы отвисать в клубах и спускать свои денежки в казино. На тусовке миллионеров нужно быть при полном параде. Поэтому я начну готовиться уже сейчас. Я приехала за мылом. Да-да, за мылом, которым моются. Но не за обычным, а за самым дорогим в мире. Слава о маловарной семье Хасун улетела далеко за пределы Ливана. Здесь варят мыло по секретным рецептам вот уже 600 лет. А вот и оно – самое дорогое мыло в мире. Ребята, если стоите, сядьте. Этот малюсенький кусочек стоит 2800 долларов. Мыло, как мыло. Почему оно самое дорогое в мире, не пойму. А почему это мыло самое дорогое? Что в нем особенного? Моя дорогая, это мыло – почти что ювелирное изделие. В его состав входят 11 эфирных масел, испанский шафран и, главное, золото и бриллиантовая пыль. Такое драгоценное мыло мы варим только для вип-клиентов. Например, для принцессы Катара. Какой эффект от этого мыла? Дорогая, это мыло творит чудеса. Омолаживает, увлажняет, подтягивает, убирает второй подбородок. Вот это то, что мне нужно. Оно такое классное, что ты даже можешь его съесть. И оно омолодит тебя изнутри. Нормал, нормал. Ой, сам в шоке. Сколько хватает вот этого маленького кусочка мыла? Ты сможешь принять душ с ним аж целых 20 раз. А если не сильно мылиться, то и на 25 хватит. Знаете, друзья, мне кажется, что даже если бы он сейчас держал какую-то деревянную игрушку, я бы все равно ее купила за бешеные деньги. Просто вы крутой продажник, дядя. Главное бесплатное развлечение для туристов в Бейруте – это Средиземное море. А лучшее место, где можно искупаться и позагорать – это городской пляж. Эх, морька, моречка! Ух! Че? Вдоль побережья Ливана морская вода загрязнена. Мы настоятельно рекомендуем вам не плавать красным шрифтом. Это катастрофа. На чего я сюда вообще приехал? Слушай, так вон люди плавают. Ну, он плавает же куча народу. Ты знаешь, это погрязнено, вода погрязнена. Да, погрязнена. Но почему оно погрязнено? Потому что все люди... Хайрута, Кирилл. Нет, он... Все люди... Все Бейруте... Все Бейруте... Все Бейруте на море? Все, что Бейруте в Бейруте на море. Скажите мне, но вы все еще живете? Почему? Да, я живу, потому что я лимонезь. Да, но это... Я имею силу, экстрактную силу. Я пойду в мою дом. А, после этого... И я сделаю шову. И все живете здесь? Все живете. И никто не знает? Это очень хорошо. Но это полутое? Да, я знаю, что это полутое. Но может быть, они не знают о полутое? Я думаю, они просто не знают. И никто не говорит. Потому что объявление маленькое висит. Вот тут только с бинокля можно рассмотреть. Так, надо идти помогать людям. Люди, остановитесь! Вы не знаете правду! Санэпидем Антон должен спасти как можно больше людей. Вы не купайтесь, это правильно. Молодцы, не купайтесь. Пи-пи, кака, хер! Пи-пи, кака, это не футболисты! Эй! Выходите оттуда! Там мистер какашка! Ну, помогите! Вот же он, он же прям по голову вообще! Выходи! Выходи! Ну, ты же какашка плаваешь! Ну, вот видите, друзья, 5 минут профилактической работы, и практически уже никто не купается. Санэпидем Антона работает. И я не намерен останавливаться. И что это со мной? Вокруг столько красоты, а мне хоть бы хны. Так, я за вдохновением. Вот, нашел. Только шоколад, орехи и ничего лишнего. А теперь совсем другое дело. А я продолжаю готовиться к вип-тусовке. Следующий этап – вечерний дресс-код. Если местные богачи понтуются своими спорткарами, то их жены соревнуются, у кого наряд роскошный, цветастее, жемчужнее, перистее. И, конечно же, у кого наряд больше блестит. И переливается драгоценными камнями. Местные модницы готовы отдать за платье 90 тысяч долларов, чтобы всем утереть нос. Понеслась. Оно прекрасно, но у меня у меня слишком толстое. Вот это красиво. Но цвет не мой. Слушайте. Вот это то, что надо. Беру. Беру. И, наконец-то, последний этап моего перевоплощения в «Принцессу Востока». Сказать, что что-то ассоциальное сейчас происходит. Не происходит. Могу сказать так. Вся эта бриллиантовая крошка и пыль не ощущается совершенно. Текстурию совсем не отличить от обычного. Но сам факт принять. Я рожу и боюсь мылом за 3 тысячи баксов. Саша, ну, вообще-то я встать хочу, тебе нужно уйти. В смысле нет? Так, если ты сейчас не уйдешь, я испорчу тебе объектив. Пока принцы и принцессы наводят марафет, а обычные смертные идут гулять на центральную площадь Бейрута. Вот не зря все-таки Бейрут называют городом «Тысяча одной ночи», потому что здесь вечером на улицах есть настоящее ощущение арабской сказки. На площади везде встречаешь персонажей национальной одежде «Шерваль». Повсюду слышишь звон монеток на восточных кувшинах. Так уличные торговцы зазывают туристов, чтобы те купили традиционный напиток из розовой воды и индийского финика-тамаринда. Что-то среднее между комботом с сухофруктов и колой. А вот мужчины в длинных юбках исполняют танец арабских первишей. Представляете, танцовщики могут вращаться в одну сторону в течение получаса. Но самое чарующее в этой арабской сказке – вот. Уверен, сейчас каждый парень со мной согласен. Простите за мой бегающий взгляд. Я просто в одном месте еще никогда не видел столько восточных красоток. Они офигительно одеваются, они очень стильно выглядят, они очень ухоженные. Больше нигде в арабском мире вы не сможете рассмотреть девушек со всех сторон. Здесь они не прячут лица паранжой и не отворачиваются от мужских взглядов. Интересно, как у Насти дела сейчас. Чем там она занимается? А то, что я прямо, ну не то чтобы заскучал, но прям задумался о ней. Хотя кого я обманываю. Здрасте, девушка. Вечером в Бейруте главное место притяжения всех богачей – это казино. Вуаля! Да, у меня не пышное платье, да, на нем нет блесток и пайеток. Но, девчата, что может быть лучше классики? Вот оно – казино Дюлибан. Старейшее казино на Ближнем Востоке. Это настоящий дворец азарта и спускания дурных денег. Казино в арабской стране – это так странно. Это даже не Монако и не Лас-Вегас. Но пойдемте посмотрим, что это из себя представляет. В казино Дюлибан съезжается элита из Ирана, Арабских Эмиратов, Кувейта, Йемена, Сирии. Потому что в этих странах азартные игры под запретом. А сюда пускают даже местных. Но при условии, что их годовой доход больше 20 тысяч долларов. Интересно, они перед этим звонят в налоговую? Вип-гость здесь может арендовать отдельный игорный зал с личным крупье, судьей и официантом. Ну, удачи мне. Хотя нет, подождите, не мне. Продюсерам! Окей, я готова. Буду тратить ваши денежки. Давайте начнем с 5 тысяч долларов. Ну, понеслась. Друзья, вот сейчас вы видите, как выглядят 5 тысяч долларов в виде фишек. Делайте ставку, пожалуйста. Вот это. Вот это. Вот это. К сожалению, поговорка «Дуракам везет» не прокатила. За 30 секунд это казино ободрало меня на полторы тысячи баксов. Ну, ладно. Учу, как делать деньги. Ставьте на красное. 29 черное. Блин. Вообще, я знала всегда, что азартные игры – это не мое. Но здесь, конечно, я не могла пройти мимо и не покуражиться. Продюсеры, сори, он реально... Все, сейчас попрят, сейчас попрят. Окей. Официант! Все, я дам все свои фишки. За вас. Нет, сейчас по-любому должна я выиграть. Ну, по-любому. Ну, не может быть такого, чтобы человек пришел и все проиграл. Я поняла одно. Вот эти вот все игруленьки – это не для меня. И не потому, что я не неудачница и все проиграла. Я только хотела. Просто хотела наглядным примером показать то, что деньги можно тратить на другое. Например, на туфли, на платье, на еду. А где есть бар? Ливанские красотки так скружили мне голову, что я потерял счет времени. Хорошо, что от центра до моего отеля «Эмбасси» идти полчаса. Денег сегодня я потратил мало, поэтому решил не тесниться в хостеле, а раскошелиться на номер в самом дешевом отеле за 38 баксов. Так, кровать для меня, кровать для тебя, Сань. Телевизор, кондиционер, телефон, холодильник. Так, что это у нас? Терраса и нормальный видон. Так, поди, я сейчас все проверю. Так. Кровать, телевизор, кондиционер, телефон, телефон, терраса, неплохой видон. Ну все, комплектация полная. Можем жить. Я в душу. Ну что, спокойной ночи, коллега. Лилет инсайда. Лилет инсайда. Саша, ты что, обалдел? Ты почему в ботинках на кровати? Вообще, давай собирайся нам через полчаса выходить. Ах уж эти операторы разбалованные. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Тем более Ливан – страна маленькая. Ее можно проехать вдоль и поперек всего за 5 часов и увидеть много чего интересного. Сегодня мы с рюкзаком отправляемся на север от Бейрута, чтобы увидеть главное природное чудо Ливана – грот Джейта. Мы с золотой картой тоже выезжаем за пределы города, чтобы увидеть самое необычное чудо Ливана – загадочный город Бальбек. Ну что, вперед за впечатлениями! В часе езды от Бейрута находится одно из самых загадочных мест нашей планеты – древний город Бальбек. Это огромный город с улицами, домами, храмами. У Бальбека такая история, что не поместится в десяти учебниках. Его построили 6 тысяч лет назад финикийцы. Потом завоевали греки, потом римляне, потом арабы. И от каждой эпохи здесь осталась масштабная постройка. Но самое поразительное в Бальбеке – это знаменитые мегалиты. Это огромные каменные плиты, из которых построен город. Знакомьтесь, друзья, самый большой мегалит в мире. Такая каменная глыба весит, как 7 самолетов Боинг. Обалдеть! Это мега-супер-фантастично! Даже в 21 веке никто из ученых не скажет, кто и как эти мегалиты двигал. И каким образом их поднимали на высоту седьмого этажа. Местные же скажут уверенно, здесь не обошлось без великанов и джинов. Автобус до пещеры Джейта не везет. От остановки придется топать еще целых два часа пешком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Входной билет в пещеру стоит 12 долларов. Итак, мы спускаемся в знаменитый грот Джейта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хлебать мой суп, какая же она огромная! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот эти пещеры открыл один американец. Он спустился сюда, обалдел от размеров грота и сделал то, что обычно делает в таких ситуациях любой американец. Пальнул из ружья. Эхо было очень-очень громким. И он понял, что здесь невероятно длинные и большие пещеры. Грот Джейта – это не узкая нора, а бескрайняя галерея природных сокровищ, по которой течет полноводная река, и можно плавать на лодке. Просто офигеть! Посмотрите эти узоры. Это все сталактиты, которые здесь накапливались годами, тысячелетиями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сталактиты тут похожи на замки из песка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И на сказочных чудищ, которые, кажется, еще чуть-чуть и сожрут меня своими громадными зубищами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вся эта пещера строится. Дело в том, что вода, просачиваясь через почву, переносит с собой соли и минералы, которые откладываются годами и формируют вот такие вот нереальные футуристические фигуры. Посмотрите, вся эта стена мокрая. Стройка идет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но это еще не самое поразительное, что есть в этой пещере. Вы только посмотрите на этот спектакль сталактитов и сталагнитов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего подобного в жизни не видел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот просто, чтобы вы понимали масштабы. Значит, вверху над нами 50 метров и внизу тоже около 50. То есть там внизу виден уже нижний грот. Внутри горы огромная шахта из полинских размеров высотой 100 метров. То есть вся вот эта вот конструкция сейчас тутами просто висит в воздухе. Люди, пожалуйста, говорите потише. Я не хочу, чтобы эта махина сейчас завалилась на меня. Я буду держать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На обратном пути я заехала в еще одно удивительное место Ливана. Пещеру трех мостов, где притаился водопад Баатара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы не только я увидела эту красоту, но еще и кто-то из вас, я решила спрятать тут бутылку со 100 долларами. Смело заявляю, ребята, что в Ливане любят богатство, деньги и понты. Поэтому эти хрустящие и манящие 100 долларов будут не лишними. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Встаньте спиной к водопаду Баатара и подойдите к скале. Найдите заросли колючей травы, а за ними углубление. Там лежит небольшой булыжник, под которым и притаился наш клад. Удачи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот уже конец второго дня, а мы еще не увидели самый известный вид, который фоткает каждый турист Бейрутия. В конце набережной Карниш находится место, про которое пишут в каждом путеводителе Бейрута голубиные скалы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Велики – это для слабаков и бедняков. Лучше всего рассматривать голубиные скалы на борту личной яхты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А красивее всего это делать на закате. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сука, вы успеете. Успел! Успел! У-у-у! Ну, друзья, знакомьтесь. Голубиные скалы. Говорят, что раньше давным-давно в самых верхушек сбрасывались в воду люди, которые страдали от неразделенной любви. Только вот вопрос. Как они туда запирались? Потому что даже альпинисты не смогли забраться наверх. Поэтому загадка остается неразгаданной. Но еще интересность – голубей там нет. Вообще, конечно, обидно получилось, потому что скалы здесь, а закат там. Я думаю, что Антону повезло больше, потому что с берега он может видеть и скалы, и солнышко уходящее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Узнаешь, что я подумала? Шоколад с орехами, он же сытный. И одного кусочка достаточно, чтобы наесться. Чем не классная диета? Надо будет Антохе посоветовать. Бейрут идеально подойдет тем, кто хочет насладиться восточным колоритом. Но не готов отказаться от европейского комфорта. О-о-о! Вот это мне очень все нравится! Это удачный выбор для тех, кто желает красиво тратить тысячи долларов. И кто насобирал всего 100 баксов на уикенд? Хлебать мой суп, какая же она огромная! Если вы еще не были в Перути, то почему бы не сделать это в ближайшее время? Это мой водитель, вы чужой водитель! Ух, неловко получилось! Я приехала за мылом. Я любитель архитектурных, кстати. Пипи какая, это не футболисты! Санэпидемент, он работает! И я не намерен останавливаться! А чего это мы ждем? Жду твоей обратной связи по Бейеруту! Ой, Петушкин, давай ты первый начнешь! Давай, хорошо! Значит, это очень забавный город! Он, с одной стороны, он вроде бы как бы очень арабский, но в то же время в нем столько европейского! Да, ты знаешь, я согласна с тобой! Он очень богатый, но в то же время в нем есть такие бедные районы! Ну, здесь как бы тебе виднее! Ты же понимаешь, я девочка золотая карта, а бедность это твое второе имя! Ты обидела меня только что, я поэтому предлагаю тебе сказать эту фразу! Хорошо, я не против! Я люблю камеру, люблю быть впереди! Друзья, мои хорошие, любимые люди, увидимся с вами в следующем городе! А теперь помолись за то, чтобы небо было к тебе благосклонно! И в следующем городе появился хоть намек на твое богатство, но это не точно! Люблю тебя! А я тебя! Как друга! Безусловно! Безусловно!